всем привет сегодня в кадре у нас кайзер очередной на этот раз ассасин кнопочник с мекартовыми накладками двухпозиционный клипсой глубокой посадки с флиппером stone ocean 154 7 и стальными лайнерами которые как вы можете видеть с трудом но видно облегчены механика абсолютно идеально всегда на кайзерах сравнение традиционное мое сравнение парами ничмеет произведем комплектация комплектация коробочки пакет макулатурой и салфеткой наклеечка еще наклеечка пакетик и внимание это вам не бенчмейт не спайдерко и не завертолерать здесь кладут топы лайк за допы кизякам как я их за глаза называю ну ладно сразу расскажу немножко хотя нет сначала здесь будут тесты а потом расскажу нигде ничего ни трет ни мнет не мешает картошку режет отлично не колет но холонину в целом очень хорошо режет тест эргономики держу так поближе к лезвию потому что так совсем неудобно когда держишь так целом все нормально но ощутимо клипсы дают клипса и конец рукояти и вот теперь расскажу свои наблюдения в повседневной жизни рукоять достаточно нейтральная в целом особых каких-то претензий нет если не делать тем что-то сложное там длительное строгание или это вот как я уже показывал в тесте эргономики мешает немножко натирает тут лейнера не заглублены немножко из накладок выпирают немножко мешает и самое что не очень приятная кнопка кнопка по моему даже так видно что она прям очень сильно торчит то есть отверточным хватом нож лежит в руке просто великолепно но палец ложится на кнопку и вот мы такое дело имеем плюс обратным хватом режущий кромкой к себе когда что-то делаешь опять же основание пальца прожимая кнопку и мы вот такое дело имеем то есть работая ножом с кнопкой баттон локом без предохранителя лучше всегда иметь ввиду в голове что он может сложиться он даже складывался и дело ограничилось тем что я срезал себе мозоль с пальцем в остальном никаких претензий у меня больше к нему нет с момента покупки это достаточно давно уже было настолько давно что я не помню когда я его не разбирал не перебирал не промывал ну промывать понятно под водой не чистил не смазывал не делал ничего посмотрим что там с ним тряслось за это время осевой восьмерка осевой восьмерка здесь шестерка винты клипсы тоже шестерка осевой не проворачивается осевой хороший обычный фиксатора нету фиксатор есть без всяких разобрался где-то что это минимум остатки смазки потай для винтика вот кнопка все кнопка уже пытается выскочить этот винт уже 6 шестерка никаких следов фиксатора не хочется ползать по квартире собирать потом пружинки по полу как бы вот так по хитрее раскрыть отсутствие практики дает о себе знать я боялся но пружинка далеко не убежала так что мы имеем с этой стороны цвет стороны мы имеем аксон вошеный лайнер с облегчением как гадость видите шарики прокатали уже не просто точечные канавки а целую борозду в лайнере вот так выглядит кнопка если приглядеться то вот с этой стороны видно немножко износ тех местах где кнопка взаимодействует с клинком может быть ржавка а может быть грязь не знаю не рассудить на ржавку не похоже ладно бог с ней вот она конструкция замка что-то там какие-то гадости потом за кадром переберу промою выглядит понятное дело не самым лучшим образом в клинке следов от шариков нет осевой имеет срез против прокручивания ну и здесь такая же канитель смазка загустела и следы от шариков прям ощутимая ногтем борозда такая хорошая смотрите ужас какой так вот это даже что кода куда показывать посадочную под пружинку она пропилена в мекарте бог вы знаете сколько там ежить на самом деле достаточно глубокое на скрыт ну такое ощутимая глубина у нее ладно даже не знаю что тут добавить целом разобрался легко особых каких-то претензий нет наверно все таки ржавеет да и бог с ним потом почищу собирать конопарей тоже не самое мое любимое занятие была какая-то у меня стратегия по поводу сбора конопарей но вот я его совершенно забыл напрочь что там какая-то была маленькая хитрость вот так он сбор выглядит полу сборе кнопку нужно все время поддерживать в состоянии нажатом чтобы она не сделала привет настолько бодро что даже обратно отскакивает если вовремя не отжать кнопку собственно вот собрал на ваших глазах ни смазки ничего вся смазка вот на руках нормально все работает механика нисколько не пострадала клинок как был по центру так по центру и остался подводя итоги что я хочу про него рассказать хорошая микарта но в сухой руке она у меня проворачивалась скользила поэтому я немножко тут насечку с позволения сказать нарезал очень для меня очень для меня оказался удобно клинок удобной формы очень рабочий сведен достаточно деликатно кончик не самый тонкий но такой колодезные люки ему ковырять я бы не рекомендовал шикарнейший стон вошь полированный мне очень нравится идеальная механика даже без смазочных материалов клипса удобная то есть на EDC отличный вариант если держать в голове то что это кнопочник и при неаккуратном обращении его может сложиться я уже показываешь то на повседневку огнище один из самых моих носимых ножей думаю вот укоротить ему кнопку благо там мясо достаточно приличное есть и тогда будет еще лучше Кайзер Ассасин друзья мои это что вы Продолжение следует...